Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добрый вечер. Очень рад приветствовать всех вас в Санкт-Петербурге в первый день работы Международного экономического форума. Встречи с представителями ведущих мировых инвестиционных суверенных фондов стали доброй традицией форума. В таком формате мы с вами встречаемся уже пятый раз. В этом зале присутствуют инвесторы из Азии, Ближнего Востока, Европы, Северной Америки. Такое представительство показывает, что интерес к России, к новым проектам в нашей стране, несмотря на все сложности, и в глобальной экономике, и в политике, на отдельных рынках, всё-таки интерес по-прежнему очень высокий. По итогам прошлого года чистый приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составил почти 21 миллиард долларов. Это вот по данным нашего Центрального банка. А за три последние года приток капитала от иностранных стратегических инвесторов превысил 140 миллиардов долларов. Подчеркну, Россия открыта для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства. Мы нацелены на расширение экономических свобод, на создание максимально комфортных условий для инвестиций в российскую экономику. В первую очередь в инфраструктурные проекты, в производство с высокой добавленной стоимостью. Среди наших безусловных приоритетов – ведение взвешенной, ответственной финансовой и денежно-кредитной политики. В целом, обеспечение предсказуемых макроэкономических условий для успешного ведения бизнеса, для роста капитальных вложений в экономику России. Наша принципиальная позиция – это отказ от создания каких-либо барьеров или ограничений для движения капиталов. Напомню, что даже в период сложностей для национальной валюты, роста оттока капитала, мы не прибегали к подобным мерам. Кстати говоря, так было и в 2008 году, в период мирового экономического кризиса. Так происходит и сейчас. Будем и дальше развивать контакты с зарубежными деловыми кругами, с инвестиционным сообществом. И в этом плане, рассчитывая сегодня, что у нас состоится откровенная доверительная беседа, мы для этого сами собрались, в том числе хотелось бы услышать от вас напрямую, с какими, возможно, трудностями вы ещё сталкиваетесь в России, какие институты и инструменты, по вашему мнению, нужно дополнительно развивать или задействовать для решения сотрудничества в инвестиционной сфере. Отмечу, что заметную роль в развитии такого диалога играет Российский фонд прямых инвестиций. Вместе со своими партнёрами фонд уже инвестировал в российскую экономику более 400 миллиардов рублей, привлёк свыше 15 миллиардов долларов в долгосрочные партнёрства. И это показатель уровня взаимного доверия между инвестиционными стратегическими инвесторами и российскими структурами. В рамках сотрудничества по линии фонда появились и свои рекордсмены. Так, один из наших арабских друзей поучаствовал уже в 15 сделках РФПИ. Более 10 проектов реализовано вместе с коллегами из China Investment Corporation. Вместе с партнёрами из Китая, кстати говоря, сформирован Российско-Китайский инвестиционный фонд. Он участвует в создании инфраструктурных объектов шёлкового пути. Этот проект, который будет тесно интегрирован с Евразийским экономическим союзом, безусловно, может стать знакомым для всего евразийского континента. Наконец, отмечу, что работа РФПИ не ограничивается привлечением иностранного капитала и экспертизы в Россию. Фонд играет большую роль в поддержке национального бизнеса. В основном это касается экспортно-ориентированных компаний. Речь идёт о самых разнообразных механизмах – от помощи в привлечении заёмных средств до вывода продукции на международные рынки. Словом, выстраивается система комплексного сопровождения проектов, что заметно снижает риски инвестиций. И в заключение, уважаемые дамы и господа, скажу следующее. Все участники нашей сегодняшней встречи связывают свой бизнес, свою работу, свои планы на будущее с успехами в своих начинаниях в России. Именно этого я и хотел бы всем вам пожелать. Позвольте мне предоставить слово господину Кириллу Дмитриеву для его сообщения. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, спасибо большое за эту возможность. На сегодняшней встрече у нас присутствуют главы 27 ведущих суверенных фондов. Это долгосрочные инвесторы из 16 стран с капиталом под управление около 5 триллионов долларов. Инвесторы крайне благодарны вам, Владимир Владимирович, за возможность личного общения и поддержку, которую вы им оказываете. Это фактически самая представительная встреча суверенных фондов в мире. И все присутствующие здесь заинтересованы в инвестициях в Россию. И сегодня мы объявим и о результатах совместной работы, и о ряде новых сделок и партнерств. Растет степень доверия инвесторов к РФПИ. Уже 40% каждой сделки инвестируется автоматически с РФПИ нашими соинвесторами. И количество таких сделок автоматических уже составило 26 сделок. Несмотря на снижение ряда индексов рыночных, портфель РФПИ показывает позитивную доходность, а некоторые наши компании показывают значительную доходность. Например, акции «Алроса» выросли с момента нашей инвестиции на 86%. При этом многие инвесторы по-прежнему считают, что многие компании в России очень сильно недооценены. За последние месяцы мы осуществили ряд знаковых сделок. Это инвестиции в аэропорт Владивостока вместе с компанией «Ченги», которая позволит построить высококлассный транспортный хаб Дальнего Востока. Мы продолжаем работу с европейскими инвесторами. С Московской области мы будем строить платные переезды с компанией «Пиццаротти», итальянской компанией, которая инвестирует вместе с нами. Мы также создали платформу для продвижения самолетов «Суперджет». Российско-Китайский фонд проинвестировал в лизинговую платформу для продвижения «Суперджетов» в Азию. Сегодня мы объявляем о ряде новых сделок. Наш НАП-совет одобрил сегодня инвестиции в проект «Запнефтехим» совместно со средствами ФНБ. Это крупнейший нефтехимический проект в мире, который мы будем осуществлять совместно с нашими ведущими арабскими партнерами. Мы также инвестируем в центр клеточной терапии совместно с Пироговской клиникой, в малые гидроэлектростанции в Карелии. И также объявим сегодня о партнерстве «Сипи Групп». Это ведущим агрохолдингом, который будет инвестировать более миллиарда долларов в агросектор России. При этом 600 миллионов долларов планируется быть проинвестированы до конца текущего года. И в завершении хотел сказать, что на Международном экспертном совете мы обсудили ряд интересных инвестиционных тематик, которые крайне интересны для инвесторов. Во-первых, это импортозамещение. Инвесторы хотят инвестировать в проекты по импортозамещению, видят в этом значимый экономический рост. Во-вторых, это работа с госкомпаниями. Инвесторы готовы инвестировать и повышать эффективность госкомпаний, в том числе приобретая непрофильные активы. В инфраструктурном секторе, работая с Минтрансом, мы создали карту и понимание всех перспективных инфраструктурных проектов России. Инвесторы в них крайне заинтересованы и просят увеличить количество инфраструктурных проектов, в том числе расширить механизм концессий для большего количества инфраструктурных проектов. И также мы обсуждали то, что мы совместно готовы инвестировать в третьи страны, в том числе в технологические компании, потому что присутствующие здесь фонды обладают значимым ресурсом не только денежным, но и экспертизой. Поэтому благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, мы хотели вас поблагодарить и сказать о том, что РФПИ совместно с инвесторами здесь становится важным фильтром для качественных проектов, инструментом развития перспективных доходных проектов, которые создают рабочие места и обеспечивают экономический рост. Спасибо.